Я хочу обратиться к экрану и мы начнем с награждения конкурса Реалтайм-графики. В Реалтайм-графике у нас было в этом году две работы. Обе выполнены на спектрами, мы сможем сейчас на спектром переключиться и показать далее. Да, давайте переключимся на спектром. Да, у нас есть второй микрофон. Это на спектре? Да, там два спектра. И мы сейчас будем показывать напрямую с ZX Spectrum Next. Насколько мне известно, это первый раз платформа ZX Spectrum Next используется как толпа-машина на демопате. Так, я сейчас попытаюсь найти вот Реалтайм-графикс. Две картинки. Одна выполнена в технике 53С. Могут помочь нам в реализации, так сказать, квантового вот этого всего? Это большой вопрос, но я считаю, что авторы справились. Да, да, конечно, всего два человека, ну, как бы ощутили в себе достаточные силы, чтобы такую сложную тему. Да, да, то есть третий человек тоже бы выиграл. Друзья, участвуйте, участвуйте в Реалтайм-конкурсах. Да, и, собственно, вот на этом изображении мы наблюдаем рождение, видимо, еще одной вселенной. Да, да, похоже на большой некий взрыв, и два человека смотрят за этим, наблюдают. Да. Возможно, вселенной квантовых компьютеров. Да, 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 возможно, их ждет добро. Но, скорее всего, Рокос, Василиск ждет их по ту сторону. Назважно. К компьютеру, да. Так, это было, это, собственно, было второе, конечно, место. Я думаю, мы можем просто переключиться, вернемся сюда, и, да, и запустить работу победителя. Что-то, 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 что-то... У нас проблемы, сейчас переключили. Не, 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 сейчас нас переключит обратно, мы... А, ну, я к тому... Это зависит от... Да, я не понял. Так, а зачем? Верни, верни. Возвращай спектр. У нас слайдов все равно сейчас нету, я не вижу слайдов. Так, вторая работа, я понимаю. И вот последняя, последняя... Тут даже стадии есть, собственно, мы могли бы... Стадии предыдущей работы есть, мы можем их посмотреть, в принципе. Да, но там, по-моему, стадии были в ПНГ, нет? По-моему, да, по-моему, да. Поэтому вот мы можем, например, посмотреть первое... Можно проследить, как автор, кто, собственно, все это рисовал, что у него было в голове. Вот второе... Продолжение, так сказать, намечены две горизонтали. Я вижу логотип спектру. На столе. О, да, собственно, квантовый спектру 2000, я наконец-то понял, что это. Похоже, настоящий Next, вот он. Да, это следующий... Это Kickstarter 200 для Spectrum Next. Может, HDMI будет? Да, вполне может быть, что даже по HDMI не смогут показывать гигаскрин. И даже Пентагон. Да, но хотя вот как раз вот для этого квантовые компьютеры нам и нужны. Да. Так, это была четвертая, пятая фаза. И вот мы уже почти на подходе, открытие, так сказать. И вот, и вот посмотрите, что происходит. Это мы, на самом деле, нас, похоже, создают во всех этих квантовых вселенных. И те вселенные, где мы видим компьютерную Амиго, ну, как бы, мы кричим «Амиго!» Амиго! Амиго – это будущее. Не забывайте. Да, а, видимо, есть вселенные, где этого не происходит. Ужасно печально. Возможно, есть вселенная, где Амиго победила. А в МПС? Да. К счастью, мы находимся в другой вселенной. Итак, давайте переключим на слайды. Посмотрим, что решил компьютер при подсчете голосов. Он решил вообще просто даже скипнуть это все. Итак, первое место занимает Саша Понт с работой QC. Молодец, Саша, спасибо большое за участие. Огромное спасибо авторам. Да, авторы. Вы, собственно, ради вас, все вот это организуется ради вас и посетителей. Итак, мы переходим к следующему конкурсу. Это конкурс «Текст мод арт графики». Что бы это ни значило, но, значит, в нашем случае это соревнование из трех ANSI изображений и одного ASCII. И на самом деле конкурс был достаточно сильный. Ну, как я себе представляю. Странно, что мы не видели Димена в этом году в ANSI. Да, действительно не видели. Да, соответственно, вот даже интересно, что насчитали компьютеры. То на первом месте Goblin's House 2021. Похлопаем Cox Cable. Этот автор прислал работу из Израиля. И, собственно, на самом деле вот картинка, она довольно стильная. Давайте попробуем ее как-то… Давайте попробуем вывести ее на экран. Да, да, давайте. Давайте переключим на компу машину. Давайте посмотрим, что тут. Так, это нам нужен ACID View, по-моему. Так, ACID View. А, все, я вспомнил. Мы находимся на другом компьютере. Дело в том, что наша компа-машина, она умерла вчера, умерла, умерла вчера. И мы сожгли компьютер из Ума, вынув предварительно видеокарту. Так. И, соответственно, я буду прямо демонстрировать отсюда. Первое место – это вот Goblin's House. И вот это изображение. Я сейчас… Я сделаю все от меня, возможно. Что-то как-то тут плюс где-то… Вот так, так, так. Еще. Нет, никак. Все, мы на максимуме. Давай попробуем проскроллить. Можем ли мы это сделать в этом режиме? Нет. А, я знаю. Подожди, подожди. Сейчас мы откроем в другой вкладке. Смотрите, как мы имеем. О, смотрите. Немножечко размазано, конечно. Но, как мы видим, Goblin, скелет. И на хаосе победили Goblin. Первое место. Прекрасная работа. Отличная работа с освещением, на мой взгляд. Да, да, да. Это присутствует. Определенно. Она необычная. Она необычная еще тем, что как бы сэмулированы такие элементы интерфейса. Вот сейчас, конечно, все это очень дьявольски плохо выглядит. А на самом-то деле таких работ действительно немного. Я это видел. Это вот такое ощущение, как будто ты смотришь что ли там… Некая видеоигра, где у нас вот параметры Goblin. Так, значит, это у нас было первое место в этом конкурсе. Второе место занял мистер Робото с работой «Поехали», которая тоже, я считаю, была очень хорошая и такая тематическая даже. На третьем месте Кат-Х с Роуз Они. Ну, мы можем, да. Давайте попробуем второе место показать. Тут просто… Вот так, 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 так. Сейчас. Вот, 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 вот. И F11, да? Или как там? Вот. И убираем. Вот это работа второе место. По сути, это ведь диафильм. А в этом мире это и есть. Да, я его вращаю с помощью руки, так скажем, которая изображена на экране 60-я годовщина, между прочим. Даже не верится. 60 лет прошло. Да. С этого ознаменательного события. А ведь действительно, мы открыли космос для человечества. Да, да. Именно мы. Именно мы. Именно мы. Это у нас никто не отнимет. Итак, это был конкурс TextMoz Art Graphics. По-моему, это третий год, когда мы используем этот джингл. И я думаю, что джингл просто замечательный. Просто великолепно. Итак, конкурс Old School Graphics. Было очень много классных работ. Это я вот точно помню. Сильный, сильный очень конкурс. Множество работ на Spectrum. И кто же победил в этом году? Победила, конечно, дружба в первую очередь. Кто сделал дем, кто-то выиграл. Да. Это правильно. Мой взгляд всегда работает на любых демопатиях. Вот. В этом же конкурсе Old School Graphics заслуженно, я считаю, конечно, заслуженно победил Тути. Он просто вновь поразил нас тем, что можно сделать на нашем старом добрым спектру. Ведь даже гигаскрин можно сделать так, чтобы было приятно посмотреть. Да, да. Есть возможность сделать гигаскрин так, чтобы мерцание не слишком сильно бросалось в глаза. Надо подбирать палитру. Да, да, да. Это, между прочим, довольно… Наверное, это как-то можно упростить с помощью квантовых компьютеров, о которых мы говорили. Возможно, квантовые компьютеры – это будущее спектра москодима сцены. Вполне может быть, что Тути использовал квантовые компьютеры. Но давайте попробуем с Реала показать гигаскриновские работы. Действительно, действительно. Давайте попробуем. Да, да, в ТРД. В ТРД сейчас придется перезагрузить конфигурацию FPGA. И снова был произведен процессор Z80 в этой симуляции. Вот он снова. Интересно, да. Так, ну давай же запустим тогда. Я попробую найти, где это было. Господь знает. Так, вот, наверное, здесь. Oldschool графика. Так, я покажу вот сначала третье место. Третье место. Вот это работа. Третье место. Это D-Man. Великолепная работа. Да, да, да. Честно говоря, я следил за результатами голосования в процессе мероприятия. И эта работа занимала первое место, потом она снова уходила чуть ниже, потом снова на первое. Это была борьба. Вот все голосование, эта работа и первые два места, они все время пересекались между собой. Тут вот смотришь на эту работу и даже атрибутные ограничения спектрума не так сильно и заметны. И отличная работа со светом опять же. Посмотрите, действительно, действительно в руках у этого человека что-то горит и имеется освещение. Да, да, несомненно, очень сильная работа. Благодарим Димена. Давайте похлопаем. Это просто великолепно. Просто великолепно. Мы вернемся к следующему изображению. И вот тут у нас есть два гигаскрина, по сути. И вот две работы, насколько они разные. Есть вот эта работа. Вот. Это, по сути, калибри ведь. Это же калибри? Калибри ОС. Логотип калибри ОС, на мой личный взгляд. Ну, я не уверен, что возможно это было вдохновением, но это не копия. Не, конечно, конечно, конечно. Я считаю, что это не копия. Да, да. Так, это вот первая картинка автора и вторая, как сможем ли мы… Я думаю, прямо сейчас сможем ее показать. Да, давайте мы тогда на нее переключимся. Позвольте я, значит… И название тоже великолепное, и картинка. Я считаю, просто… Великолепная работа. Да, просто отлично, просто отлично. Ну и на самом деле фильм тоже прекрасный, как мне кажется. К сожалению, не смотрел. Я очень рекомендую, да. Прямо про ЦЦ. Так, давайте мы благодарим авторов за поддержку. В этом году, конечно, конкурс был просто… На самом деле, хотелось бы и остальные посмотреть работы. Давай откроем… Мы можем себе позволить всю работу посмотреть прямо сейчас. Да, конечно. Давай посмотрим еще одну работу. Хотя бы… Но четвертое место у нас… Четвертое место у нас… А я вот честно говоря не знаю. Нам необходимо проконсультироваться с ЭВМ. А вот видите, настали времена, когда, в общем-то, компьютеры управляют людьми и даже проведением компа. Да, на самом деле на четвертом месте в этом конкурсе это снова Диман с работой Хэтфилд. Это вот вторая картинка автора, и она действительно тоже, ну, это явно… Любой из ЦЦ этого могла быть призером, да. Это вот посмотрите, какая работа с лицом. Это 256 на 192 пикселя, два цвета на блок 8 на 8 пикселов. Да, это ограничения, которые взрослых мужчин заставляют плакать. Мы заслужили. Итак, такой вот конкурс у нас в этом году просто чудесный. Прекрасная работа, спасибо авторам, спасибо всем, кто голосовал за работу. Да, да, да. Очень важно для авторов, чтобы вы голосовали. Да, это ведь показать свое уважение, что мы можем. Но вот со своей стороны мы сделали все, что могли. Мы вырезали ножницами вот этими вот русскими хакерскими ножницами, вот коды из Party Master. Да, их больше действительно нету. Их нету, не существует. Достаточно просто зарегистрироваться на сайте и все. Да, и как это, ну я не знаю, что еще. Бумажное голосование не было настолько доступным, как голосование сейчас. Тогда тебе нужно было найти ручку, а сейчас люди, все люди с телефонами. Надо выдавать ручки людям. Ручки, да, телефоны выдавать, да. Так. Не, ну если ручки можем выдавать, телефоны, боюсь, это уже очень дорого выйдет. Да, и, ну... Может, еще не подоится. Ну, кондро это. Итак, конкурс. Конкурс чип-тюн музыки. Опять-таки, мне кажется, это был один, вот, ну, пожалуй, наверное, лучший конкурс чип-тюн музыки на ЦЦ за последние 10 лет. Очень много сильных работ. И даже вот в этом списке у нас просто вот соревнования между первыми местами было настолько, ну, по... Опять-таки, это возвращаясь к вопросу про голосование по тоталу или голосование по среднему. Боюсь, серебряной пули не существует, и всегда будут какие-то разногласия, и... Ну, мы не можем, мы не можем прийти к какому-то единому знаменателю. Но, тем не менее, мы, ну, как это, мы можем стремиться к чему-то лучшему. И в любом случае, как бы, в этом конкурсе даже по среднему числу выигрывал Скейлзмен. Но, возможно, не с таким отрывом. Тем не менее, я предлагаю прослушать работу победителя, потому что это просто, ну, великолепный трек. Так, великолепный трек. Так, и я... Я ищу... Я ищу, но не нахожу. Так, конкурсы, чиптюн. И нам необходим трек Split Minds. Давай, переключай. Звук. Есть ли у нас звук? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА